Всем привет! Давно не было видео по изготовлению оснастки для токарного станка. Если на маленьком токарном я уже приспособился работать, то вот с большим большие проблемы, потому что много чего не хватает. К примеру, есть такой резец. Это большой расточной резец и можно было бы им пользоваться, если бы не одно но. Зажать его в токарный станок просто невозможно. Потому что не позволяет высота резцы держки. То есть нельзя подобрать так подкладки, чтобы вот эта сторона не цеплялась за верх резцы держки. И получается резец ниже центра. Причем на много, миллиметров на 5. Резец очень длинный, очень крутой. Правда от обратного вращения нужно будет включать патрон по часовой стрелке, чтобы можно было им обрабатывать. Но зато обратите внимание, какой он длинный. Этот красавчик сандвиковский расточной резец. Я думаю, он мне очень здорово поможет, когда я адаптирую его для токарного станка. В этом видеоролике буду делать спецоправку для того, чтобы можно было им пользоваться. Итак, ребята, в данном видеоролике нас ожидает токарка, TIG сварка и сверление, нарезание резьбы. Уffft-cieпат counselor fach продажaffe-те når и сверление связано. Гра梯ico и сверло все лято linedハハ мне подуесного приказа. Длинный, радый, пожалуйста. Ни 자eln Rozев дело, говоря оięcy顔 и сверху выложу его в землю. Понимаете? могла у τη ремонт можно будет Napoutsettоко двору? Верно? И о Fear? Верно, ориота? Сделал пару прихваток. Тигом ничего страшного, можно это делать. Ничего никуда не летит. Ток пропустил не через подшипники, ребята, а через резцедержку. Вот такая прихватка получилась. Одна и вторая. Теперь нужно обварить. Потихоньку начал обваривать. Здесь один слой присадки. Здесь уже два. Такой жирный шов получается. Заказал светофильтры на камеру. Надеюсь, быстро придут. Нужно будет снимать полностью весь процесс, как это происходит у него. Поехали, следующий слой. Промежуточный этап. Потихоньку заполняю вот это пространство. Я думаю, еще пару палочек присадки и все будет ровно. Рассмотрим повнимательнее, что у нас получилось. Вот они сварочные швы. Здесь я заполнил металлом. Очень большой клин был. Ушло где-то 4-5 двухмиллиметровых прутков присадки. Я считаю, что это не так уж и много. Ради того, чтобы все получилось прочно и здорово, друзья. Еще бы по-хорошему закалить ее. Но я не знаю, нет у меня такой печи, чтобы разогреть огромную деталь. Может быть горелкой можно будет попытаться? Посмотрим. Никогда не поздно это сделать. Стенки здесь, сами можете заметить, очень толстые. Выдержит все и так гарантированно. Но, конечно, лучше закалить. Резь тут можно очень много наделать и здесь, и сбоку. Потому что он такой граненый. Чтобы можно было зажимать в разных местах. И даже можно немного регулировать высоту вершины таким вот образом. Правда, изменяются углы в небольших пределах. И может быть даже в каком-то смысле это может давать пользу. Также, друзья, оправка универсальная. Но были небольшие проблемы с отечественными резцами. Они почему-то больше 25 миллиметров в диаметре. Пришлось проточить. Вот что получается. Будет еще два резца. Получается ось отверстия совпадает с осью шпинделя. И можно будет делать оправки различные. Вытачивать на токарном и зажимать в эту оправку. Уfficiency с обращением. Проверить болезнь. И есть замка. Лучка токарном и зажимы. Болезнь. Токарном и зажимы. Продолжение следует... Нарезаем резьбу. Сразу все три прохожу первым номером. Потом буду сразу все проходить вторым. И с другой стороны. Точно так же. Отверстие сверлил на 10 миллиметров под резьбу М12 шаг 175. Сверло немножко разбивает. И можно заметить, что резьба, во-первых, нарезается хорошо. То есть ничего не рвет. Во-вторых, полный шаг. Все есть, все нормально. Вершины не срезаны. Здесь хотелось бы очень качественно сделать, потому что деталь предположительно долго будет служить верой и правдой. Поэтому с резьбой здесь хочется постараться. Бывает резьба длинная, какая-нибудь там глубокая. Там даже не суть. Важно, какого она качества. Можно просто подлиннее закрутить и все нормально. А здесь резьба всего лишь толщиной около 12 миллиметров. Опробируем, пожалуй. Не нашлось приличных болтов, поэтому временно используем вот эти. Возможно, даже можно под внутренний шестигранник гужоны сюда поставить, чтобы ничего не выпирало. Можно регулировать вылет в широких пределах. От вот такого до минимально возможного. То есть впритык. Вот так. Ну а вот и процесс. Делаю вытачки на токарном патроне, потому что я очень привык к их использованию. И без них уже не могу. Просто никак, ребята. Резец позволяет в полностью задвинутом положении делать довольно-таки бодрые проходы. Даю 5 миллиметров. И мы стартуем. Правда потихонечку микроподач не хватает станку. То есть 0,06 миллиметров это слишком много получается. Я подаю вручную значительно меньше. Вот так происходит процесс. Работа на удар. Вращение в обратную сторону. Нужно, конечно, когда-нибудь перепутать. Надеюсь, не будет. И потихонечку поехали. Горько-морько-морько-морько-морько-морько-морько-морько-морько-морько-морько-морько-морько-морько-морько-морько-морько-морько-морько-морько-морько-морько-морько-морько-морько-морько-морько-морько-морько-морько-морько-морько-морько-морько-морько-морько-морько-морько-морько-морько-морько-морько-морько-морько-м Пошел брать всей пластиной, но это, естественно, нереально. Проход состоялся. Ребят, 5 миллиметров за проход по жутко каленой стали. Вот так вот может этот резец. Да, пластиночка подсаживается, я уже одну сторону менял. Но уже и практически готово. Так же такие дела. У меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всех благодарю за внимание и всем пока.